Приветствую вас на первом циничном канале и сейчас возможно будет хорошая новость для жертв алиментного рабства представьте себе ситуацию вы платите алименты, бывшая делает все возможное чтобы выбить из вас по полной программе алименты и неустойку неважно почему она возникает, хотя бы у вас там меняется материальное положение нет денег попросту, нифига плати, как говорится, вези дальше кнутом, если не хочет везти потом выезжает, ну вроде как с ребенком за рубеж но опять же она может выезжать и с ребенком с вашим и в сопровождении своей подруги вы конечно можете верить что она исключительно в интересах ребенка туда едет, ребенку отдохнуть и так далее что там она будет такой вот целомудренной девой ходить где-нибудь в Турции или в Египте, я в ближайшее время на любопытном канале объясню происхождение фразы святая простота так что если хотите верить, верите но могут быть и совсем другие исходы, хотя вариантов много, может быть действительно она там едет, так сказать духовную сущность свою подзарядить но как бы там ни было, если вас такое положение вещей не устраивает, то вот сейчас возможно будет интересная новость камрады прислали видео за сколько, как говорится, купил, за столько продаю не проверял, не проверял информацию действительно ли такое можно на ютуб канале Вести ФМ, сейчас я запущу это видео, на ютуб канале Вести ФМ вроде как эксперт утверждает, что можно написать в погранслужбу ограничения на выезд ребенка и более того, мать никоим образом об этом не узнает, до тех пор пока не попытается пересечь погран, ну вот границу собственно, где-нибудь в аэропорту там ее просто развернут сейчас запущу видео, по-моему очень интересно поэтому, кого тема касается напрямую попробуйте, по крайней мере попробуйте эту тему пробить, очень хороший рычаг если все обстоит так, как вот данный камрад описывает то очень неплохой рычаг итак, смотрим а вот ситуация мать Ребек приезжает в аэропорт улетает отдыхать на лето не выпускает никаких долгов нет служба судебных приставов запретов не накладывала а вот тот папочка который пару лет назад развелся и не платит алиментов но озлобился он просто написал в федеральную пограничную службу запрет на выезд ребенка кошмар какая подлость понимаешь? он об этом не уведомил а он и не обязан это делать мать стоит в слезах ребенок стоит в слезах сотрудник в форме рад бы помочь да не имеет никакого права есть ограничения тебя разворачивают и отправляют домой точка кошмар и вообще тут ничего не сделать в принципе сделать но все это займет примерно около 3-4 месяцев то есть когда наступит холода ты уже этот запрет успеешь снять снимается он через суд да вот собственно и все дальше уже пошла какая-то ненужная лирика не залезешь в голову родителю который хочет обидеть своего ребенка да кто сказал что он ребенка хочет обидеть он получает копейки ему назначили там твердую денежную сумму где хочешь там и бери не знаю хочешь клад иди копай хочешь граб убивай вы не положь что называется не кладешь не устойку платишь значит еще больше должен по сути ну как не знаю во времена древнего Рима не можешь выплатить долг в долговую тюрьму в яму потом в рабство сначала по площади водят там кнутом стягают а вот кто жалится и выкупят потом в рабство продают то же самое где хочешь там и бери то есть смотрите если бы этот ребенок жил в семье в полной он бы был обеспечен исходя из доходов родителей из реальных доходов то есть сколько отец получает столько он может тратить там на ребенка сколько мать получает столько она может тратить а здесь вдруг берутся доходы какие-то эфемерные то есть ты должен получать не меньше чем вот столько а где я их возьму короче говоря человек просто ну каким-то образом пытается ситуацию вернуть в разумное русло и действует теми рычагами которые у него есть в распоряжении поэтому попробуйте вот у кого действительно ситуация такая сложилась что бывшая там катается по забугорьям вы копейку с копейкой там не сводите двух копейок за раз в руках не держали при этом с вас вытягивают вот по-моему очень хороший вариант по крайней мере попробуйте его отработать попробуйте узнать потому что меня проблема не касается напрямую и соответственно я ее не пробивал детально то есть я там в погранслужбу не ездил не узнавал как в какой форме это заявление подается но я думаю что это очень нетрудно сделать было бы желание что это было бы желание